здравствуйте мои дорогие подписчики многие уже видели информацию в инстаграме что я попала в больницу на плановую диагностическую операцию у меня было подозрение на эндометриоз и хирурги взяли кусочек эндометрия чтобы понять есть у меня эндометриоз или нет для этой операции мне пришлось купить вот такие вот компрессионные операционные чулки благо я купила самый дешевый третий класс потому что первый класс стоили там 1500 1800 а я купила за 600 рублей и девчонки которые лежали вместе со мной в палате сказали что те которые первый класс используются всего лишь один два раза и буквально через месяц их можно выкинуть а те которые купила я можно носить вечность и кстати они очень хорошо помогают отдыхать венам мышцам эти чулки предназначены для того чтобы во время операции не случились какие-то тромбозы в венах особенно у тех у кого есть проблемы с венами ну а мне они зашли как раз таки после длительных прогулок ноги очень сильно устают я когда их надеваю мои ноги отдыхают мышцы расслабляются и я довольна ну что оформили меня в палату дали кровать тумбочку и я залегла конечно пришлось пройти тесты на новомодную нынче болезнь но это ничего я сдала все анализы и поступила в больницу меня обещали отпустить в первый день после того как поговорю с анестезиологом но не отпустили пришлось лежать два дня и две ночи ну вот я и в больнице такая у нас палата тут попозже расскажу что как и почему все таки расстрепанная у нас уже вечер мы ложимся спать пока просто все ушли решила снять привет я конечно же не взяла все абсолютно вещи у меня не было косметики с собой и благо расческу успела прихватить при выходе волосы постоянно приходилось заплетать в косичку потому что голова была не мытая в общем как чушка легла в эту больницу там в принципе все всем на все фиолетово кормили нас три раза в день завтрак обед и ужин все такое вкусное обезжиренное и полезное мне очень понравилось и винегрет и пшенная кашка давно ее не ела еще и сыром далее я туда его покрошила он расплавленные очень вкусно было но и помимо этого у нас еще был второй завтрак и второй ужин давали всякие соки и фрукты но я не долго кайфовала потому что на третий день меня уже выписали операция прошла успешно буквально на полчаса меня отключили исследовали и после наркоза я уже быстренько отошла в палате и наслаждалась обществом с девчонками поболтала интересные такие разговоры мы вели практически все дни ну и на следующее утро пришел хирург и выписал меня ну вот я и на свободе выпустили сказали все нормально иду домой прямо у него и отдыхала я спросила что там с моим эндометрием он сказал все в порядке чистенький и хороший взяли конечно кусочек материала и отправили в лабораторию результат будет дней через десять будем надеяться что там тоже все в порядке и также другой хирург мне посоветовал отправить материал в другую лабораторию на иммуногистохимию не знаю что это такое в общем после того как меня выписали я с петроградки сразу же пошла по набережной погуляла за одного по центру города и дошла до васильевского острова где находилась лаборатория куда можно было сдать вот этот материал и тоже дней через 10 будет результат иммуногистохимия это конечно же платный анализ мне пришлось заплатить 5900 рублей но уж лучше точно знать что у тебя внутри все в порядке и уже не переживать по поводу всяких болезней но если что не так то лечить а когда я пришла домой мама с собакой были у себя дома она говорила мне что за два дня челсик просто потеряла меня и бегом 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 когда увидела меня прибежала ко мне в кровать легла и не отпускала меня настика вернулась вернулась я мою новость где тебя носила тебя не было целых три дня я так скучала я так скучала скучу я скучу то что манка настика вернулась вернулась настика вернулась вернулась ура 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 моя мамка вернулась Где ты была? Где ты была? Мы так стремимся! Моя ж ты красишься! Да Настя! Моя мамка вернулась! Так, я тебя ждала. Ну иди сюда. Чу-пу-чу-пусечка. Чу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Да, да. Мамка, мамка, Настя вернулась. Всё, я счастлива. Я счастлива, моя мамка тут. Две мамки дома. Всё хорошо. Потом стала наяривать круги вокруг меня и радоваться, что Настя пришла домой, что всё хорошо. И, наконец-то, все дома и душа у собаки на месте. Вот так вот. Такое вот было небольшое развлечение у меня. Конечно, мне все желали выздоровления, но, в принципе, я не болею. Единственное, что надо было проверить, что там у меня внутри. Как будут складываться события дальше, поживем-посмотрим. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...